Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как научиться любить себя, чтобы полюбить окружающих? Давайте мы здесь с вами. Для начала попробуем рассмотреть, что, почему, почему, как вам кажется, вы себя не любите. Да? Вот. То есть, что на это указывает? Где вы себя обесцениваете? В чем вы себя обесцениваете? Вот. И как это проявляется? Это первое, на что мне кажется, нужно обратить внимание. У вас же есть какие-то обновления? Для того, чтобы себя обесценивать. У вас есть какие-то основания для того, чтобы получается, к себе, как-то относиться хуже, чем вы относитесь сейчас. Вот. Ну вот. Давайте посмотрим, что это, что это такое. Как вы себя обесцениваете? Как вы себя обесцениваете? Где вы себя обесцениваете? В чем вы себя обесцениваете? Вот. Ну, больше уже. Теперь можно будет давать какую-то, если я обесценить, какую-то корректировку. Да. Вот. Ага, абсолютно вправе, скатаговорить что без любви, да, тебе, вот, где-то любит закружающих. Ну, то что тут, тут вы действительно правы, я очень рад тому, что вы вот как-то сформулировали это именно, так, как здорово, вот, ну, пока непонятно. А, значит, как проявляется то, что вы себе не любите. То есть, вот, именно как, как это проявляется, в чем это проявляется, пока это не понятно. Вот, ну, вот, когда мы увидим, да, и увидим не только этот момент, да, но мы увидим еще момент вашей выгоды. Вот, текст, мы увидим какую выгоду вы для себя получаете. Ну, я, я имею ввиду, благодаря такому подходу, вот, я думал, что мы сможем вам помочь. Это какой момент? Следующий момент. Что мешает вам? И вот вам сейчас И вам сейчас себе, ну, ну, как бы, как бы вы сказали, любить оценка, оценка, себя мешает любить и вот знаете, такое желание что-то делать для других людей, чтобы они вас не оставили. Вы боитесь, что они вас оставили, а такое базовое получается недоверие себе и когда необходимо это доверие себе развивать необходимо исследовать себя в этом смысле. Тут по-другому не получится. И вот необходимо наверное увидеть то, что в процессе того, как вы будете себя доверять, вас будет развиваться, что-то вот доверие, доверие себе. Ну и некоторые люди будут конечно отсеиваться у вас. То есть, ну некоторые люди будут как-то еще дать. То есть, кого-то вам может быть вообще не захочется любить. Вот. Вот. Тут вот это вот тоже такой очень, очень важный этот момент. вот. Вы сейчас, вы сейчас не обращаетесь на это внимание. вот. Ну вообще-то, потому что вообще-то это очень важно. что такое еще любовь, да? Ну в первую очередь, это цель ваша, чего вы хотите ходить. Как бы, ну к чему вы стремитесь? Ах, вот. Куда вы идете? Вот ваши ценности, приоритеты. Ваши. Понимаете, ваши. Ваши. Не чеи, не чеи-то. Только ваши. Поэтому отношения к другим, ну к другим людям, отношения к окружающим. Ну вот, не может быть самоцелем, вот, хотя и является следствием. Вот. Вот. Что-то такое, значит, такое, ну противоречие небольшое. Смоцелем не является, оно является следствием. Вот. А если вы, эм, сейчас, значит, хотите только, эм, только к другим людям, эм, свое отношение измените, если вы хотите. Вот. Ну. Принципиально, эм, у вас ничего не изменится. Вот. В принципе, принципиально. В, в вас принципиально ничего не поменяется, потому что, эм, вы, ну, вот, будете продолжать, вот, свою, эм, свою позицию. Вот. Которая у вас была, вы будете ее продолжать, продолжать. Эм, вот. И по факту, ну, по факту ничего не изменится, чтобы так, так же, как было. Вот. К сожалению. Поэтому, не знаю, если вы хотите, эм, свою жизнь, изменить, да, то нужно, наверное, а, принципиально менять, эм, свой подход, эм, к себе, да, и вот, эм, к окружающим, тоже. Вот. А это, 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 психотерапия, психотерапия. Вот. Вот. Это индивидуальная работа. Вот. Вот. Поэтому, ну, вот, эм, какого-то, такого, эм, способа, вот, который бы сработал, как бы, эм, для вас, но при этом, так, чтобы, чтобы мы вас не знали, да, чтобы мы не знали, вот, эм, что вам, там, ценно, да, каких, какие у вас, ага, ну, приоритеты и прочее, ну, это, не представляется давно. Вот. Вот, поэтому вы, эм, большая, молодец, что, эм, вот, решить, ну, что решили обратиться, да, за помощью. Вот. Вы большая молодец, но, нужно, вот, нужно всё-таки, эм, больше информации о вас сейчас собрать больше информации и понять вот в какую, ну куда, в какую сторону вам вообще нужно двигаться, вот, потому что чтобы не навредить еще больше, да, ну примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который, ну выказы, которые выгодают, да, вот, ну с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, ну и желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего, вот, желаю вам успехов, удачи, вот, желаю вам не тянуть время для обращения, для обращения, собственно, для обращения, значит, ну вот, к психологу, и, значит, чем раньше вы обратитесь, вот, тем быстрее начнется работа и быстрее у вас будут изменения, но, обязательно нужно сказать вот такой момент, такой момент обязательно, что эти изменения могут быть не такими, как какими вы, ну, ожидается, какими вы ждете, что они будут, вот, это очень важно сказать, чтобы, ну, не было, знаете как, таких ожиданий, вот, и сопротивление, чтобы вы были готовы к сопротивлению, которое у вас тоже будет, потому что вы привыкли так жить, как вы, ну, как живете, сейчас я имею ввиду, вы привыкли так жить, и вы будете какое-то время так жить еще после психотерапии. Главный парадокс вот этой ситуации, который вы описываете, интересный такой парадокс, заключается в том, что вы спрашиваете что-то для себя, да, предполагая, что очень интересно, очень интересно, предполагая, что есть какой-то универсальный способ решения, подальше, а его нет. В этом и проявляется обесценивание, то, что уже есть что-то готовое, да, и ко мне не нужен подход, меня не нужно изучать, мне не нужно исследовать, говорить о том. Всего самого доброго. Всего доброго. Всего доброго.